Сегодня тема, в принципе, очень интересная, она для многих близка. Наверное, половина из нас, среди пятков, найдутся одноборцы, потомки служилосословия. Это зачастую фамилия, кто занимался одноборцами, скажем, Ливенским уездом, Воронежской губернией, Орловской губернией, то они видят, что фамилии повторяются во всех этих городах, таких как Литовский лес, Воронеж, Орел, Брянск, Ривны, ну и так далее. Вот, поэтому, еще один раз повторюсь, что все мы родственники. Вот, а плюс еще сейчас, тоже об этом говорил, вот эта ДНК-генеалогия позволяет это подтвердить уже, даже не документально, а на генетическом, уже сколько у нас было таких совпадений. Вот, Итер Семенович Ашрикин сидит, который я знаю, много-много лет, и когда я себе сделал Firmary Finder, то есть, тест такой, то оказался, оп, я просто. Плюс, также, в родственниках оказался Сапилин, которого вы тоже знаете, вот, а недавно Андрей Кочешков, которого я тоже долго утверждал, сделать себе по игрок, сделал себе анализ, и у него оказался в родственниках по игрок, то есть, у них есть общий предок, Сергей Зарембов. То есть, вот, вот такие вот совпадения, хотя совершенно разные регионы, разные даже сосновые, а вот, такие вещи вот утверждаются. Поэтому, на каких маркерах? У него на 25 маркерах с дистанции борька, это, конечно, далеко достаточно, это, наверное, тысяча лет, наверное, где-то в порядке, вот так вот. Снипировались? А? На СНИП сдавали? Нет, он только-только вот сдал боя игру, поэтому, пока снипировались, никаких он не делал. Но, тоже, это интересная вещь, потому что у Сергея Заремба документарь, известно, по крайней мере, с начала 16 века, это панцирный боярик, кто же служил сослой, а у Андрея Кочешкова, ну, последнее, то, что было известно, это повесочие листья. Значит, оказывается, не так все просто, где-то там панцирные боярии тоже прошлись. По помещичьим крестьянам, да. По помещичьим крестьянам, да. Ну, и сейчас, как ты занимаешься на трудословие, ты видишь, я сейчас это знаю, я сейчас занимаюсь, что... Ну, ладно, садили, садили. Да, садили тоже. Да, садили. Поэтому давайте мы сегодня с удовольствием послушаем доклад наших друзей. Это семейство Рудневых, Валерий Линга. Они нам расскажут про одногворцев, про Ливенских. Приглашал я на встречу Жанну Кожухову, многие здесь ее знают. Ровно 10 лет назад, в 2009 году, когда мы устраивали свою выставку в Ливнах, был День города, а они нас пригласили на улицу, чтобы открывали их семейный музей Селез-Доровец, музей Кожухову. Потом Жанна перебралась в Москву, она сейчас где живет, выступали на концертной площадке, но в целом смогла про них прийти. А у Ливневых, правда, тоже те же самые Кожуховы и те же самые ошибки. То есть все так, сильно переплетается. Поэтому я не буду больше заливать в время и стараюсь, чтобы не было как-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, такое завлекательное. У меня будет совершенно неформальный сегодня доклад. Он доклад. Вот. Под хорошую музыку все начинается, да. Под веселую. На самом деле выступление будет посвящено четырем байкам, которые с разной степенью достоверности, от полной, да вообще никакой, были найдены нами в наших исследованиях. Валер, давай, следующий слайд. Ну, я немножечко представлюсь, да. Вот мы Валерия, Инга и Рудневы, пять лет занимаемся семейной историей. В нашей родословной есть Ливенские и Лецкие однодворцы, Ливенские и Ярославские крепостные крестьяне, Одесские и Белорусские евреи и Мордовские пока не знаем кто. То ли это Исачная Мордва, то ли это заводские крестьяне, но это единственная ветка из Валерины и из-за моей, где мы в XIX век еще не прошли. Значит, в нашем древе 19 поколений от нашей дочери, мы, значит, специально одно прописали, около 20 веток у нас в XVI веке, ну, там сколько, не считали особо. Вот, в дереве нашем около 10 тысяч персон, но не только кровных, то есть, как бы над древом работают несколько человек, поэтому он распался. И мы сделали генетические тесты, и аутособные Y-тесты, восьми человек в четырех холениях в нашей семье. То есть, вот это мы. Вот, но сегодня мы начнем разговор Валеры. Валера, можно следующий слайд? Вот, значит, как уже правильно сказали, будет разговор о однодворцах, все в курсе, но это служилое землевладельческое сословие, которое отползало от Москвы с границами государства российского. Вот, как что-нибудь съели, значит, они туда, еще съели, они туда. Мне, кстати, рассказывали, ну, историки поправят, если это не так, что, вообще говоря, стандартный способ усмирения стрелецких и любых военных бунтов в допетровской Руси было дать землю. Вот, братки со стрельцы начинают волноваться, начинают, им сразу где-нибудь там, вот, вот там, дают землю, они сразу, опаньки, поехали-ка посмотрим, что дали. Иногда это не помогало, и тогда мы знаем историю, были серьезные бунты. Значит, однодворческое сословие очень разным способом формировалось. В нем были и казаки, и люди из, ну, вновь захвачивают присоединенных к России зиме. Вот, но мы сейчас будем говорить о боярских детях. То есть, вот, у Валеры в основном в роду однодворцы из детей боярских, то есть, дружин бояр. Это не дети боярские, в смысле, они не дети их по крови. Это боярская дружина, то есть, военные люди. Дальше пошли. Значит, первое, первый кейс, который будем рассказывать, мы назвали так, как Кондрашка на Ваську поклев возвел. Касается это Кожуховых, Кожуховых или Кожуховых. Мы так и не поняли, как давать три разных варианта и три разных мнения, как, значит, это происходило. Значит, Кондратий Кожухов это прямой Валерин предок. Значит, как вышли, как Валера вышел, да, значит, Валера главный исследователь нашего семейного проекта, я специалист по связям с общественностью. Мне вопросы не задавать, вопросы задавать ему. Вот, значит, вот здесь указан путь, по которому Валера пришел к Кондратью Кожухову. И, ну, естественно, вы ничего не увидите, но это вот подлинные документы. Подлинные документы, да, то есть вот бабушка Афонина, бабушка Деда, да, по семейные списки, ревизские сказки. После этого возникает тот самый Здоровец, который возникает. Вот, в первой ревизии у брата Никиты Антон Юдин Кожухов возникает Иуда Кондратьев-Кожухов. То есть Кондратьев, и мы выходим на Кондрашку. Почему Кондрашка? Значит, прежде чем начать о самом уголовном деле 1648 года, найденном Валерой, пару слов, все знакомы с понятием слова дела государева, или надо об этом остановиться, что это такое? Все знакомы. Все знакомы, отлично. Значит, проходим. Что произошло? Валер, дальше. 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 Вот, в книге «Слово и дело государевы», которая была издана в 1909-1911 годах и опубликована в интернете, что красиво, что хорошо, почти все, что вот сейчас будем сегодня говорить, выкопано, не поднимая попу от стула и от компьютера. То есть, в открытых источниках, в интернете. Вот, в этой книге это по уездам просто перечисление дел по статье «Слово и дело государевы». Дальше. Это первоисточник. Дальше. Что же было? Значит, Кондратьев Федоров Кожуков, далее именуемый Кондрашко, навел поклёп на своего двоюродного брата. Василия Ильина Кожукова. Значит, что за поклёп-то? То есть, Кондрашко заключал слово и дело государева на Ваську, дело до рухляди его, что его рухлядь была, рухлядь, то есть, шматьё, имущество, да, мягкое, было добыто неправедным путём. Значит, среди этого, этой рухляди, Кондрашко перечислял саблю булатную крутую, именно так, шапку бархатную с лисицей, рукавицы вишнёвые, портки, ну, льняные, с тесимами, чекмень зелёный с шёлковыми нашивками, по чекменям что-то там про шубу, то есть, вот так вот, то есть, вроде какая-то была. Но главное, что чекмень-то был непростой, якобы, Васька Кондрашки сказывал, а беговых людей Якова Кудинетовича Черкасского, которых Днедовича на Либнах сыскивали. То есть, Кондрашка вшил Ваське политическую статью. Значит, как это водится, по крику слова и дела государева моментально арестовали Ваську, Кондрашку, всю эту рухлядь и давай их пытать. Причём, жёстко. Давай дальше, Валера. Почему? Сейчас, на самом деле, вот эта история палеопсихологии это мы называем. Почему это всё произошло? Почему Кондрашка-то на Ваську взъелся? Это всё в деле написано. Потому что Васька до этого материл отца, Господи, Кондрашка материл отца Васьки. Хорошая формулировка «С пьянства из сердца простым обычаем». То есть и вот в ответ на Васькин ход, что Васька выкрикнул слово и дело государева. Была очная ставка. На очной ставке Васька полностью дал доклад по поводу своего имущества. Цаплю вывез из Крыма, когда в прошлом году был там в Арбачее. Вот с этим словом мы прожили недели две. Что такое Арбачей в тот момент мы не понимали. И в общем-то через пятый гугл выяснилось, что в Крым ходили посольства, посольства были на Арбах. Водитель Кобылы был Арбачей. И что это оказывается Арбачей были Ливенский однодворческий промысел. Тогда они еще были не однодворцы, а дети боярские. То есть это было именно Ливенское. Держали они это. То есть вот Васька был Арбачаем, вывез из... Значит, шапка ему пожаловал позапрошлом году в Москве Дмитрий Федорович Колтовский. Рукавицы и портки купил тогда же в Москве. Чикмейн тоже купил в Москве, а что он беглых людей вообще ни разу не говорил. Знаете, сколько лет прошло? Из Ливен в Москву ездят за шмотками. Что? Везут сувениры из Крыма. Дальше. И в Крыме так судят. Да, и в Крыме так судят. Вот. Дальше. Доказание тому Кондрашке было бить батагами у приказной избы при скоплении людей, дабы другим неповадно было. Ваське всю руку вернули. Значит, ну я смеюсь, что у нас есть такой, это документ официальный, что Алексей Михайлович царь знал о существовании нашего предка. Ибо приказал его бить батагами нещадно, приказной избы. Вот. А все почему? А дальше начинается интересная вещь. Ну, что там это уголовное дело прочити, ну, неприятно как-то так. Ну, да, вот прямой предок, да, вот в Апраслину возвел. Что-то нехорошо. Валера ходит, 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 шуршит бумагами, читает. И вдруг говорит, а Кондра, я знаю, что Кондрашка-то на взъелся. А он сирота. Он сирота и воспитывался у дидиёв. Вот, это опять первоисточник, естественно, тут это не видно. в презентациях если к нам она где-то будет. Это есть опись первоисточника, да. Но этого мало. Приходи. Вот, этого мало, потому что Валера дальше ходит, ходит, мрачнеет, мрачнеет. Ты говоришь, слушай, отец Кондрашки, герой был. Вот тут первоисточник утрачен, где-то там Валерий нашелся, надо же. Вот, он в 1614 году вывел из турецкого плена 16 левенских казаков, за что был пожалован четырьмя аршинами Лазоревого сукна. Настрофиля Лазоревого. Какого? Настрофиль. Что такое? Канька какая. Настрофиль. Четыре аршины без чити. А, четыре аршины без чити, да? 3,75. И 1 рубль 26 алтин. Ну вот, это вот первая история, такая красивая, интересная и изоблекательная. Когда мы ищем, когда мы все, мы с вами все ищем документы далекого прошлого, в основном это какие-то имена, фамилии, имена, фамилии, отчества, имена, фамилии, отчества. И когда выглядывает живой человек, да еще вот так, спрямство и безумство, живой человек у вас выглядывает только из слова и дела или откуда-то еще? Ну вот я сказала слово и дело, потом, соответственно, писцовая книга, то, что он у диди... как и религистские сказки это скелет, а вот обрастать ему надо, конечно, такими делами. Не нашли пока. Пока не нашли. Я когда сюда шел, я, так сказать, заготовил вопрос, который меня беспокоит, что всякие паспортные данные, грубо говоря, это вот скелет, который, наверное, у всех у нас есть. А вот чем жили наши предки, вот это все вокруг? Вот мы как раз сегодня и будем именно исключительно о бытовухе. Вот сегодня весь наш доклад о бытовухе. То есть и так, источником бытовухи является... В основном книга, судебные дела. Валера, а вот лазуривая с окна за 16 казаков из плена. Это суда. Вот как раз роман Сабелин публиковал года два назад откуда ты из какого-то тоже источника. Я там, фейсбук, я зовите, вот сегодня нашел текст, что там, какой сукновый. Так что это за источником? Валеричка у меня с вас автоматилия хребнула. Выясните, как это? Спасибо. Ну, опять, наверное, у Романа можно спросить. Ну, я спрашивал, что это? Ну, вот иногда, иногда вещи утрачиваются. На самом деле, это года три назад мы еще так системно не вели источники. Сейчас мы системно введем источники информации, а тогда это было все еще в новинку. Вау, прочли, вау. На самом деле, она же к вашу претку, говорится, люди книги пишут, диссертации защищают. Вам просто надо проблему там, чтобы узнать, что это именно были претки. Да, потому что вот сейчас, когда готовились к этой презентации, вот это дело Кондрашки и Васьки по интернату расползшиеся достаточно активно. И не мои формулировки, значит, не из меня. Давайте продолжим вопрос. Давайте дальше. Окей. Вторая история. Не Москва Кассиофея, Москва Алазея. Нашим предкам чукчи детей пугают. Значит, в отличие от первой истории, где, в общем-то, все документально подтверждено, в этой истории будет много домыслов. Валер, дальше. Значит, речь пойдет о дьяке поместного, по дьячим поместного приказа воине Якунии. Воин – это имя. Значит, ну, поместный приказ – это как-то главный приказ, второй по значимости приказ того времени, да, министерства, то есть замминистра. Самое интересное, что именно в поместном приказе составлялись писцовые книги. То есть, именно эти люди делали то, чем мы сейчас пользуемся в наших, ну, соответственно, дальше, Валер, справка. Значит, откуда воин Якунина в древе? Значит, прабабушка Валерия, Матрена Васильевна Якунина. То есть, фамилия Якунин, в отличие от Кожуховых или Кожуховых, которые возникли в результате раскопок, фамилия Якунина была на слуху. То есть, это была известная фамилия. Опять, как всегда, метрики, ревизки. И выяснилось, что вообще Якуниных в те времена в России было немного. И они все практически из одного короля. Как и всех остальных. Да. Вот. И чем красив этот случай, тем, что вот здесь Валера смог выйти за пределы уезда. Просто тем, что просмотрел алфавиты столбцов всех уездов, вот появился Никита Терентьев, первый Якунин, в 1680 году, до этого в Вименском уезде Якуниных не было. После этого простым, ну не простым, а сложным чёсом, после этого чёсом по алфавитам столбцов и в Кромском уезде он нашёл Никита Терентьев, Терентьев Никитин, Никита Воинов. И далее в Тульском уезде он находит тому же самого Никиту Воинова. Ну, скорее всего, того же самого. Понятно, что фотографий нету, ДНК-анализа тоже нет. Но других нет. Никита Воинов сочетание редко, потому что там десятка дот в стране было, и кунин. Это известный факт, они так и спускались, ездили на зарезание, стулы вниз. И воин Яковлев, подьячий, соответственно, по местному приказу. Давай дальше. Он жил в Москве на Солянке. Был сослан в Сибирь за подложное заговорное письмо, колдовское. Я об этом тоже буду говорить. Жил в якутском остроге именно как сын и подьячий. То есть он выполнял функции подьячего, но уже в Якутии. Заготавливал лес, другие товары, оборонялся от воровских казачков. Цитата. Вот дальше я жирным выделяю, что он был на реке Алазей во время имена первых контактов русских и чукчей. Это важно. По некоторым данным, был убит в 655 году воровские казакари Михаила Сорокина, но не тут-то было, потому что в том же году он написал телегу. Вот этот документ, да. Соответственно, что казну довез. Жив, цел, орел. И писал Человитное в Москву по крайней мере до 1668 года. Дальше, Валер. А вот дальше это чукотский эпос. Народный чукотский эпос. Значит, у нас с Бабаем, или Бабой Его, или Кощеем бессмертным дети пугают. Сейчас, до наших времен, чукчи детей пугают страшным якунином. Значит, я перескажу, что вот поближе к Колыне воевали с чукчими чуванцы братья Коряков. На помощь к ним пришел русский начальник якунин, тоже одетый в железо, и привел с собой казаков. Был якунина сын. Я пропускаю. Бладой якунин, и вместе с ним они жестоко истребляли их наших. Дальше, как классические зверства, которые всегда описываются как зверства во время войны. Вот, дальше не могли чукчи его добыть, этого якунина страшного, потому что он был весь в железе, но тут он хорошенько открылся. Главный герой, я даже вот это имя не смогу, наверное, прочесть. Герой. Малер, ты сможешь прочесть этого? Делать в каком? Заургин? Да-да-да-да, вот его заургин, или как там вот он? Увэ-ургин, да. Соответственно, один выстрелил за рыговой, слелой, нет, не было железа у чукчи, а эти все в железе. И попал в правый глаз, другой выстрелил, и попал в левый глаз, его схватили, и давай в этих доспехах прямо поджаривать. Они, чукчи, его жарят, а он смеется. Говорит, ничего, он говорит, жарьте меня, жарьте, потому что есть еще молодой якунин. Вот он сейчас придет, и настанет вам чукча полный тренец. Но в это время герой отловил молодого якунина, убил его, притащил, значит, показал, что этому самому поджаренному старому над костром поворачивают старого якунина, как кусок мяса. Посмотри, вот твой другой якунин. Он пришел вместе с тобой, посмотрел и заплакал. Нет, теперь другого якунина. Никто не отомстит, никто не будет воевать больше. Конец битвам. И вправду настал конец битвам. Значит, это вот живой чукотский эпос. Никаких доказательств, что речь идет об одном и том же якунине, прямых, нет. Ну, нам нравится думать, что это... Ну, значит, когда, вот эта картинка, на самом деле, тут Чукча бьется. Значит, когда через сто лет почти Елизавета Петровна послала Павловского покорять чукотку, то Чукча за жестокость, крутой нрав, прозвали его как раз якуниным. Почему? Вопрос. Почему, да? Вот странно. Реально существующие русские фамилии, а не их прозвание. Ну, они не знают, я думаю, что пересадил... Никто же пересадил лобом. Поэтому, да, есть вероятность, что они таки с ним познакомились за много лет. Ну, что речь идет об одном и том же человеке. Дальше, Валер. А за что же засослан воин якунин? Значит, воин якунин, будучи еще в Москве, будучи еще подьячим, действующим, он судился с Никим Толмачем Костентином. Судья был, судья Холомьев, за счет беглой, как Валера? Белкой жонки. Там очень вот мы пытались прорваться через текст этого дела, тоже есть. Ну, это тоже в книге, быть, ну, как бы, кому надо там скинем, но он как-то называется, быть и что-то там еще русских царей, шестнадцатого, семнадцатого, это целиком книга. Опубликованная книга, там это дело есть целиком, очень сложный язык. Очень трудно, кто кого, на кем, зачем, вот это вот все-таки старый язык. Еще автор книги, видимо, очень сильно подпортил картину, потому что он некорректно, видимо, с оригинальным текстом обходился. Там очень сложная история, потому что это колдовское весьма против князя Ивана Волконского. А какого именно Ивана, там было большое разбирательство, то есть, кого он поминает, то есть, тут вроде как Ивана Федорова, который лось, который, ну, это кличка, да, который судья во время этого, а вот другой потомок, не потомок, а вот родственник, кто поляр? Племянник. Племянник типа против моего, то есть, там целое, целое огромное дело было. Значит, соответственно, вот я не буду на всякий случай произносить текст этого письма, оно колдовское, а то вдруг чё. Но смысл тот, что это колдовское письмо, чтобы судья на него, на воина Якунина, смотрел, как ангельскими очами, материнским сердцем, а чтоб тому Константину вообще язык отнялся, и перед судьей он ничего не смог. Вот это вот повод того, после этого всё, в Сибирь, и там, и чубчей пугать. Ну, в общем, давай дальше. Вот к вопросу, дальше, вот почти уже к концу, таких больших историй не будет, две мелких истории. Это тоже время, тоже ревны, и тоже внезапно выглянул человек из пустых, ну, имён и фамилий. Давай, давай дальше. Это Константин Иванов, сын Голодской, это двоюродный брат Валерийного прямого, родной брат, но двоюродного прямого предка, извини. Это просто, значит, короче, его пытались отправить на пенсию. Не ушёл. Потому что дальше есть ещё раз отставлен через почти ещё в шесть лет. Значит, служит он из детей боярских в завоеводчиках, то есть замбоевода, лет это кс-пятьдесят. Значит, он пятьдесят лет только завоеводчикам служит. Наверное, в общей соуслуге стоит. Валер, как написано, так написано. Умерли те, кто помнил. То есть никто не дает. И поместья за ним даны за одиночество и за старость и за раны и за разорение. Вот чуть-чуть, вот эта формулировочка, выглянул человек, значит, вот этот старый завоеводчик. Детей у него не было, всё наследство, вот эти вот тысячи, полторы тысячи гетаров, которые он оставил, пошло племянникам, которые его радостно профукали. Ну, не сразу, постепенно. И последнее, значит, помните, я вот сначала говорила, при чём здесь собака? Значит, вот, наконец, последний момент. Это история, наконец, про моих предков, про елецких, курских, однодворцев, Зиборовых. Значит, фейсбуком прибило, я знаю, у меня бабушка Зиборова. Зиборовы мои, да. Вот, фейсбуком прибило тётеньку с фамилией Зиборова. Я спросила, а мои родственники, может быть, а она говорит, ничего не знаю, мы курские Зиборовы, мы еврецкие Зиборовы. Это потом выяснилось, что наша деревня в 20 километрах только друг. Ну, они тебя, вот, Валерка там где-то копался, копался, Валерка назад, а потом вперёд. Вот, значит, а, наоборот, вот вперёд, вот, выкапывает большой достаточно текст по поводу курских Зиборовых, обаянских, да. Говорит, Ирине, отошли, ей будет интересно. Но она далёкая от генеалогии, говорит, да-да, спасибо. Валерка, теперь к собаченьке. И минут через 15 крик, капсом, вы не представляете, что вы сейчас для меня сделали. Не представляю, рассказывайте. Она говорит, понимаете, у нас всегда были большие собаки в семье. большие, брехливые, наглые псы. И всех этих собак звали Бахтияр. Говорит, у отца была собака Бахтияр, у бабушки была собака Бахтияр, у прабабушки была собака Бахтияр. Я, говорит, всегда не удивлялась, откуда вот это имя Бахтияр у наших курских псов. При чём здесь оно? И, говорит, что я читаю? Что в 17 веке Зиборовы служили вот в Абаяне под предводительством воеводы Бахтияра Мегини. Ну, в качестве домашнего упражнения как интересно, кто бы мог подумать, какого он был размера, этот воевода и какого монограда. Как какого собаку Рейгера. Собаку Рейгера. Вот. Рейгера, это потому что она там живёт. Ну, вот это вот опять документ, где вот как раз Бахтияр Фёдорович Мегинин жалуют землю, землю Петру Макарова Зиборову. И опять человек. Вот, а это всё. Давай последний слайд. Большое спасибо всем удачной охоты. И здесь я, пользуясь служебным положением, значит, эта деревенька никакого отношения к Ливнам не имеет, зато мы в этом мае доехали до родовой деревни моих предков Ярославской области. Вот это она. Всё, спасибо большое. Вопросы к Валеру? Да, ладно. Выходи, 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 выходи. Да, вот хотел бы как раз услышать побольше, хотя бы с ней достаточно опыт и не было, но тем не менее, конечно, есть смысл удачать именно по поиске. Самый, конечно, не смысл. По поиске? Да, да, да. Послушал, как все, наверное, знают, а многие хорошо знают, но тем не менее, пересечения по пересечению а то, как вы слышали со сну, хотя вы знаете, конечно, все будет медленнее. Еще один, наверное, двоец пришел и стреликов тоже. Здесь мы все, в общем-то, неопытные и родственники. Но тем не менее, поскольку мы записываем это на камеру, и потом смотрят люди не в себя, некоторые не в готовы. Поэтому есть смысл немножко рассказать в целом о сословии над дворцев, почему в итоге все наши фамилии пересекаются, почему они сейчас спускались с севера на юг, ну, понятно, граница с львов, и почему те же самые фамилии и в Воронеже, и в Норвее, и в Нильце, и в Ливне, и так далее. Термин однодворца, он изменялся в зависимости от времени. Он появился изначально в 17 веке, но он тогда означал совсем другой, то есть он означал детей поярских, которые жили одним двором, не имея дворов крестьян и обрабатывали землю самостоятельно. Это было распространенное явление в южных уездах. А в Петровское время, соответственно, при трансформации привилегированного сословия Петром, специально было выделено отдельное сословие. Однодворцы, полупривилегированные, то есть они были податным сословием, платили подушную подать, поэтому их можно смотреть в ревистских сказках. Но они имели право владеть землей и владеть крестьянами, в отличие от других податных сословий. На протяжении всего XVIII века они, соответственно, писались как однодворцы. Упразднены, по сути, они были Киселевскими реформами 1840 года, когда всех, по сути, свободных земледельцев свели в одно сословие государственные крестьяне. Но, соответственно, самосознание было у них, сохранялось гораздо позже. Мой дедушка, допустим, 18-го года рождения, он я однодворец, так и говорил. А родственники отца, которые были тоже однодворцами, они это слово особо не слышали при этом. Они жили недалеко, да, но они знали, что крепостными не были, но слово однодворец, они как-то не особо. А вот дед определял, что жена цуках, а я однодворец, да, то есть бабушка крепостная, да. Алгоритм поиска, если интересует, ну, он стандартный. Сначала семейные опросы. В принципе, у нас в сумме с Ингой на двоих ну, как минимум там 10 или 12 ветвей, ну, по разным линиям, не только по однодворческим. В принципе, можно было бы уже начинать поиск с 10 ревизии 1858 года, если бы не было других источников. Ну, естественно, для многих, конечно, проблема вывести свой род или свои рода в дореволюционное время. Ну, как бы, мы... Я один раз только позвонил, честно говоря, в ЗАГС Должанского района, и мне по телефону назвали дату рождения, дату смерти прабабушки безо всяких прелюдий. Да, а так, в принципе, ЗАГСы нам особо не требовались документы советского времени, потому что, в общем, проблемы практически по всем линиям завести раньше 17-го года не было. Поэтому поиск начался с Орловского архива у меня. Соответственно, мы с Ингой ездили в Липецкий архив по ее части предков. Ярославский архив, на нем можно... Я... Это было давно, года три назад, то есть мне пришлось приехать туда зарегистрироваться с паспортом и со СНИЛСом, а сейчас можно регистрироваться через госуслуги, и, соответственно, за 600 рублей в месяц можно там сидеть невозбранно, неограниченно по времени. и там... Поднодворческой линии по маме Ингиного папа. Более того, брат моего прапрадеда жил в Ингиной деревне, как потом выяснилось. Еще такой интересный момент, но это большое такое везение. по местам моего деда по маме сохранились по семейной списке 1874 и 1993 годов. Это практически те же самые ревизские сказки, только там, поскольку этот документ предназначался для воинского учета, когда армия стала призывной, там у мужчин точная дата рождения у всех. Женщин там так писали примерный возраст, мужчинам писали полную дату рождения. Практически в этом списке 1893 года там все люди, которых я и так знал по рассказам дедов. Это 11-12 ревизия получается. Это очень удобно, но это мало где сохранилось, к сожалению. Метрические книги по нашим местам все предки сидели на одном месте. По маме, по папе они сидели столетиями на одном месте. Вот да, я хотел спросить, то есть у вас получается, что именно ваша ветка она с 17 века примерно у нас ливные вокруг. Занесло у него Никита Воинов был видимо старший сын, который уже отверстался к этому моменту, он остался в Тульском уезде, потом Крамской, потом Ливенский. насчет Воина и Якуна вопрос именно такие очень новгородские, прям вообще славянские такие. Ну да, Якуна это от Якова сокращенно. Так сказать уперлись во что какие годы, какие источники? Ну вот по сути он Воин Яковлев, но я уверен, что он не по отцу у него фамилия, потому что в Тульском уезде на тот момент, когда его еще не сослали, там недалеко друг от друга был Воин Яковлев и Бекляй Федоров Якунин, который сейчас основатель главной дворянской ветви Якуниных. Соответственно они недалеко друг от друг вряд ли они были не родственники. Поэтому Яков, его отца звали Яков, но я думаю, что это просто семейное имя, то есть условно говоря, по деду, по прадеду, а вот тот уже был основателем фамилии. Хотя может еще раньше. То есть у дворянской ветви Якуниных на гербе есть такой Якун слепой, который золотая луда какая-то, вот там нарисована этот варяг нарисован. Прямо на гербе он нарисован. Они выводили. Это конечно уже такое творчество. Не узнавали про вашим ДНК? Надо кого-то протестировать пока в планах. Там скандинейты это дело довольно популярно. Если с этим самым то он должен как у Воронцовых и Велиминовых такой же гоплотип должен получиться. Который самый скандинавский я имею ввиду. На молгении Михаил Тимош тестировал. А еще вопрос такой. Вы в первых особенно историях говорили что это на основе книг которые в интернете. Как вы искали что надо именно эти книги посмотреть. Пофе у своего предка просто в гугле набрать и там выдаст что по нему есть. То есть прямой запрос в гугл вообще ничего не стоит ни времени ни денег но иногда приносит совершенно неожиданные резвеса. Просто многие книги на сайтах библиотек они не распознаны. есть как педефники а это получается распознанно. как всегда чудо которому пришел сила адская Валера Нарабовна. Ну по сути все нынешние истории они вот таким начинались во-первых с произвольного набора в гугле в яндексе фео своего предка который уже знаешь дай-ка я наберу во-вана ну что давайте я дополню чуть-чуть потому что герой нашей скромничьей это сам я дополню хорошо спасибо большое за интересный рассказ но на самом деле тема вот она очень благодатная я по ним тоже достаточно много времени работал так вот тема однодворцев она очень интересна тем что в корне меняет представление о крестьянском сословии потому что у большинства людей ну мы люди права богу грамотно большинства людей простых создается полное впечатление что до революции слово крестьянин означало помещи крестьяна это все кончалось что все были забитые безграмотные и еще безвольные злые которые в 17-м году совершили революцию хотя так сказать даже после отмена корпоративного права прошло уже 50 лет к революции случилось поэтому это тоже глупость тем не менее как выясняется что порядка 40% это в среднем по России а в некоторых губерниях до 80% среди крестьян были как раз вот те самые государственные крестьяне которые никогда не были помещи никогда всегда были вольными и достаточно большая часть ну как минимум половина из этих вот этой половины это потомки как раз именно детей боярских детей боярских казаков то есть служило со слоем часть там были монастырских крестьян конечно но то есть это люди вообще не только вольные но и родственники дворян многих вот почему так сказать и одна из причин почему у нас много фамилий которые совпадают с известными людьми почему у нас много Кутузовых Суворовых и так далее не потому что это бывшие крепостные этих дворян а потому что это их родственники в очень больших случаях то есть те кто занимался однодворцами если работали с картами то они в архиве если брали карту своих родовых мест то судили обнаружили что дачи межевания точно такая же процедура как сейчас межуются дачи где все соседи подписываются на этой карте обмежованной и все соседние участки тоже подписаны и ты видишь что капитан Корсаков межует свои владения рядом с одной стороны у него однодворец тоже самый Корсаков и так описали все чуть позже госкрестьяне получается что это госкрестьяне какой-нибудь шестиюрный семиюрный брат этого самого капитана Корсакова а отнюдь не его крепостной что касается Ливны они в этом плане очень интересны что во-первых именно в этой области было большое даже подавляющее население это были именно потомки детей боярских и однодворцев то есть помещик крестьян там было очень мало это почему мало потому что во-первых сами те же однодворцы дети боярские имели крестьян своих ну их было по два по три а в середине 19 века у них практически никого их не осталось вот и поэтому больших владений помещичьих там не было по той простой причине что там не было свободной земли она была занята вот этими однодворцами которые получили ее еще они безумно размножались вот да они размножались делили свои участки все мельче и мельче становились совершенно верно 20 выживших в каждом поколении на протяжении да кто 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 вырастал почину тот множил свои владения да а кто большая часть как раз мельчали вот интересно наблюдали что вот однодворцы скорости размножения и вот ярославские крепостные в то же время совершенно другая скорость ну это уклад жизни был другой совсем да это разная абсолютно уклад жизни люди по-разному говорили по-разному одевались разный состав имен даже состав фамилии вообще это небо и земля если мы берем помещика истян то как правило это фамилии поименные ну не писалось тогда да а потом когда были то это снова фамилия поимен у донворцев тоже есть конечно фамилии ну как якуни например поименов тоже хватает но большая часть все-таки это фамилии прозвищные это древние древние прозвищные фамилии причем значение многих фамилий мы до сих пор даже не знаем потому что слова утеряны это древние русские слова которые еще были едины и для русского народа ну не так для века русского народа малороссийского и белорусского вот так скажу что все это называется русский народ и я достаточно много работал по однодворствам в Орловском архиве в Воронежском архиве потому что мои предки тоже однодворцы воронежские и много работал в том числе и в Ливнах непосредственно и если вот вы в ЗАГС звонили и вам сказали так сказать то я когда приехал в ЗАГС беломестной Слободы города Ливны то у директора ЗАГСа была та фамилия которая мне нужна была и поэтому я просто меня запустил туда я зарылся и все и никто мне был не указ какая фамилия Грудевой да там сплошь сплошь и рядом да по мужу конечно естественно поэтому там и Зибровы и Ашихмины все тут же и все остальные все известные нам фамилии ну нам это я имею в виду те кто-то этим занимался регионом вот по поводу вот здесь был разговор о том кстати всегда вот весь доклад построен на неких судебных делах либо делах которые отмечены в книгах это действительно самые благодатные архивные источники которые позволяют именно судить о жизни наших предков они намного интереснее чем просто просмотры виски или даже метрики у меня был такой случай я работал в одном из архивов и тоже значит рылся в судебных делах имею же опыт знаю что там самое интересное я рылся в судебных делах и мне не попадалось нужной фамилии я с расстройством сидит начальник читального зала говорю слушай все обыскался ничего интересного ну что ты должен радоваться там твои предки не воровали не пили не убивали никого я говорю ну это хорошо конечно ну как-то пресно все получается все получается то есть это действительно и тем не менее вот один из моих предков как раз по воронежской линии однодворцы как раз вот село Гремяще где мы кстати все тоже были когда устраивали воронежскую выставку даты основания села Гремяще является как раз судебное дело где один из моих предков набил бороду другому моему мужу предков и вот это является дата основания села да 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 она такая вот официально теперь так и празднуется именно это да так что вот такие вещи могут повлиять на многие такие на географию и все и вот слово Бахтияр собака очень интересный такой случай да поэтому что те кто касается вот и в этом плане однодворческое сословие оно конечно выигрышнее чем сословие помещий крестьян потому что у них таких документов конечно меньше так же как если сравнить с дворянами то у дворян таких документов больше по сравнению чем у тех же однодворцев то есть жизнь конечно не то что она была богаче и краше она просто лучше освещалась она лучше документировалась и поэтому те кто работают с однодворцами у них шансов вот так вот хорошо раскопать истории своих предков конечно больше чем у помещих крестьян и да кстати говорит сословие было достаточно тоже достаточно замкнутым в принципе как и все как сословие мещан купцов и дворян это тоже было достаточно замкнутое сословие и поэтому в жены они как правило брали себе ровню то есть тоже однодворцев однодворческих девок они никогда не брали ну практически никогда не брали девчонок из помещих крестьян иногда брали дворянок это такое случалось да поскольку и те другие иногда знали что они родственники ну вот да 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 вот такое церковники тоже были такие да поищите поищите да однодворцы зная их такую корпоративную замкнутость помещи крестьяне их не любили то есть были населенные пункты где были владельщики крестьяне это как правило южные губернии больше соседствовали в основном они тоже в некоторых местах именно судодворцами и эти два сословия хотя оба являлись крестьянами одни государственные другими помещими они друг друга не любили и вот например помещи крестьяне их называли индюками однодворцев называли индюками да потому что те так сказать пызались по сравнению с этими считалось что у однодворцев в отличие от дворян алая кровь вот такое тоже понятие встречается ну то есть они вот здесь сродни как раз вот той безземельной шляхте которая процветала как раз вот в Белоруссии и в западных губерниях нашей большой необъятной родины у меня возникло такой образ внутри себя что это антиказаки что это просто казаки верой и правдой служили государю а эти вечно были в оппозиции они дворянами не стали потому что они не пошли на службу тут смешение смешение понятий потому что слово казаки то что сейчас на слуху это все таки не то что казаки 17 века да потому что многие казаки потом стали однодворцами но это не те казаки которые вот с тихого дона который нам показывал Шолохов это совсем не тот тип не та служба казаки это было тоже служивое сословие и говорю это совершенно не то что показано в более поздние времена Шолохова поэтому я заканчиваю наше время заканчивается сейчас мы неформально еще посидим будет возможность поговорить пообщаться могу еще так вот сказать но это вот опыт когда дворцам почти не имеет никакого отношения я этим летом вот мы с Леной ездили с друзьями в Питер а брат моего деда он депутат первой госдумы кстати говоря вплоть до четвертой последней госдумы однодворцы все равно выдвигали своих так сказать представителей в госдуму хотя уже это все было не говоря о том что первая уложенная комиссия которая была еще при Екатерине и там вот если смотришь списки то там действительно эти однодворческие фамилии очень хорошо видны они естественно видны по вот этим губерниям Орловским Воронежским так вот я в этом году был с друзьями в Таврическом дворце и знаю что брат моего деда он был депутатом первой госдумы Бивик Фан Стефанович я в документах в Гарфе нашел даже кресло за которым он сидел номер кресла и конечно был большой соблазн посидеть на этом кресле кресле из Нижнего Альшана откуда у Майорокни вы тоже депутат да да там есть они как раз я видел ну вот и нам провели экскурсию я потом позвонил и знали что я приеду уже и она говорит я все помню знаю и мы значит с экскурсоводом стали да ситуация она когда-то раскала то вот тоже типичное явление нашей действительности если при Российской империи депутатов той госдумы было 450 человек то сейчас историческом 20 заседает Питерской думы не страны а только одного города и депутат там 750 если раньше 450 там всю Российскую империю хватало то сейчас 750 только на один город ну так вот я к чему говорю они были вынуждены ну ремонт когда был были вынуждены те проходы которые были раньше в гузду между рядами которые разграничивали партию трудовиков партия дворян там и так далее не партия дворян и так далее они теперь были вынуждены частью рядов заполнить крестами чтобы посадить нынешних депутатов и оказалось что они креста снимали и потом когда доставляли стало 750 они вроде делали такие же они перепутали все их то есть где находится креста 447 я знал примерно где должно быть но его там не было короче я нашел крест на 446 только и пришлось сниматься в этом кресле 47 мы вместе все искали но не смогли его найти поэтому это вот такой тоже интересный случай все я закончил большое всем спасибо давайте переходим к неформальной части уже тогда спасибо спасибо спасибо